Приветствую вас, я вам отвечу с точки зрения психолога, вот, не знаю, насколько православная будет моя точка зрения, хотя я коснусь и этого же тоже. Значит, смотрите, ключевое значение, ключевой фактор здесь стыд. То есть стыд, который у вас есть, это деструктивная позиция, деструктивная мысль, потому что по факту стыд вас только дезориентирует. Есть у вас позиция, что детей вы не хотите, не уверены вы в этой позиции, то есть не уверены вы в том, что сможете сделать своего ребенка счастливым. Ну и хорошо. И хорошо, что вы это знаете, и хорошо, что вы об этом говорите, и хорошо, что так вот все и происходит супер здорово. Другое дело, что есть стыд. Что, на мой взгляд, ну, скажем так, несколько неприемлемо. Потому что никто не вправе, например, осуждать вас за то, что вы не хотите иметь детей. Вот. То, что вы говорите про, значит, про то, что вы паразит там и так далее, да, здесь, на мой взгляд, вся история только в том, что это стереотип. Вот. Ну, то есть, так принято. Вот. Понимаете? Вот. Ну, принято так, что женщина обязательно должна рожать детей. Вот. Если она не рожает, значит, она живет для себя, если она живет для себя, значит, она плохая. Понимаете? Это стереотип. И никому не легче, и уж точно не легче ребенку, да, ну, гипотетическому ребенку. Вот. Которого вы можете родить. Будет от того, что вы родили его из чувства вины. Понимаете? Вот. Значит, здесь я, как психолог, вижу вашу определенную несвободу в мышлении. То есть, вот, скажем так, ну, стереотипную позицию я вижу здесь. Вот. И я полагаю, что для человека зрелого, я полагаю, что для человека, который знает, чего он хочет, для человека, который имеет жизненный опыт, это абсолютно неприемлемо. Неприемлемо мыслить стереотипами, неприемлемо мыслить чужим взглядом, общественным мнением и так далее. Вот. Понимаете? Самое главное, самое главное, это ваша шерсть. То есть, самое главное, это ваше желание. Вот. И если вдруг, если вдруг вы не хотите ребенка, да, вот если вдруг вы не хотите ребенка, это ваш прав. Это ваш выбор. И никто не вправе вас за это судить. Вот. Что касается рода, то вот эта психологическая позиция, что прервется род. Род не прервется, потому что у вас есть племянники. Да, это будет непрямое, непрямое, как бы, непрямое продолжение, но это всё же продолжение, поэтому ни о каком при граждении рода лично не идёт. О. Это первое. Второе. Значит, я лично увязываю то, что вы не хотите иметь, не можете в данном случае иметь детей с тем, что вы не до конца доверяете своему мужу. То есть, вы не до конца расслаблены. То есть, если вы физиологически здоровы, если вы не имеете никаких проблем к зачатию, если абсолютно здоров в этом смысле ваш муж, то я полагаю, что дело здесь именно в том, что вы не расслаблены до конца. То есть, ты занимаешься сексом, условно говоря, со своим мужем. Вы не отдаётесь ему полностью. Это может быть связано как с напряжением по поводу, ну, противоречия, о котором вы говорите. Это может быть связано с неопределённостью финансовой стороне вопроса. То есть, ну, вы можете чувствовать неопределённость финансовой стороне. Вы говорите, что вот я не, там, ну, боюсь, что не смогу обеспечить ребёнку достойную жизнь и так далее. Вот. То есть, это вот неуверенность как бы в материальном положении, и почему-то, почему-то вы считаете, что именно материальные условия – это очень важно. Вот. Хотя, говорите вроде бы про духовные ценности здесь. Вот. То есть, тут, опять же, противоречие. Далее, вы говорите, этот ребёнок неполноценный. Знаете? То есть, на мой взгляд, сама эта идея о том, что там страх того, что ребёнок может быть неполноценным, а, как бы так сказать, вот сам, сама эта мысль, она раскрывает вашу некую стереотипичность мышления, да, и ориентированность его мышления, то есть, на социальный ориентир, на общественный ориентир. На мой взгляд, это говорит о том, что вы ориентируетесь на общественное мнение. На мой взгляд, вы ориентируетесь на традиционное или классическое, или устаревшее восприятие человека, потому что неполноценных людей не бывает. Не бывает. Вот. То есть, полноценность и неполноценность, это очень субъективные вещи, это вещи оценки, по сути. А оценка – это не что иное, как субъективное восприятие, да, ну, конкретного индивида. Поэтому, здесь я полагаю, что вы, опять же, находитесь под давлением. Ну, в принципе, как и под давлением находится ваша позиция относительно материального благосостояния, и под давлением находится ваша позиция, что ребенка нужно обязательно морально, вот, материально обеспечивать, да, то есть, ну, идеально. Вот. И вот этот страх. Вот. Еще Франкл говорил, что нужна мотивация. Если будет мотив, если будет нужда, то и средства появятся. А пока нужды нет, то откуда взяться средства, как бы. Вот. Поэтому, здесь, на мой взгляд, вот такая история. Дальше, значит, что вы еще пишете? Значит, так. Так. Нормальное ли не желание иметь ребенка, значит, вопрос. Да, нормально, абсолютно нормальное желание. А, нет, вы не эгоистка, которая не хочет ответственности. Вы, как бы, я полагаю, что просто не свободны в своей позиции. То есть, вы вот не свободны в своем восприятии мира, вы ориентируетесь не на себя. А то есть, вы говорите о том, что я эгоистник, что я боюсь ответственности, что я паразитка, это все социальное давление. Вот если социальное давление избежать, да, если его убрать, социальное давление, если его исключить, то что будет тогда? Что будет? Будет ли выходить ребенка в этом случае или нет? Вот здесь и ответ на ваш вопрос. Эээ, дальше. Значит, тут касается православия, да, что, значит, про это я сказал вам. Эээ, значит, про род, что я сказал. Эээ, значит, главное предназначение женщины родить ребенка при его отсутствии, я паразит, человек не приносящий пользы. Нет, это не так. Главная цель женщины не родить ребенка. Вы, знаете, вы тоже одно из стереотипных достаточно взглядов на женщину, то, что женщина посвят инкубатор для выращивания детей. Вот. Нет, это не так абсолютно. Эээ, женщина это личность, в первую очередь это личность, эээ, в первую очередь это человек, который, эээ, смысл жизни которого, ээээ, самостоятельно, понимаешь, использует, самостоятельно созидать, самостоятельно что-то делать, самостоятельно творить и это не дети. Понимаете? Как раз таки дети это бег от ответственности. Как раз таки это дети мотивируют бежать от ответственности, потому что когда появляется ребенок, человек вроде как все свои силы тратит на то, чтобы ребенком воспитать, у него появляется право требовать от ребенка, ну, что-то, допустим, он выполнял его родительские приказы, указания, вот, и родитель сам не замечает, как, значит, начинает реализовываться за счет своего ребенка, что является неприемлемым. Поэтому по поводу ответственности, да, и по поводу того, что вот вы паразит, я бы сказал, что в большей степени родителя можно назвать паразитом тогда, когда он вот именно родитель, да, будучи несвободным, то есть когда он наняет ребенка как бы только из-за социального давления, вот. Надеюсь, что моя такая вот мысль вам понятна. Что я могу сказать, да, что я могу сказать? Нет ничего плохого в том, чтобы вы жили для себя. Страхи родить неполноценного ребенка, да, могут быть как психологическими, так и объективными. То есть для многих людей просто вот этот фактор, да, что вот я могу родить неполноценного, да, типа зачем я буду это делать? У нас вот такая медицина, то есть желание обезопасить себя, в принципе, является объективными факторами. И в этом смысле вам очень здорово поможет, значит, ну, скажем так, помогут детские дома, если вам так хочется, допустим, ребенка, да, то детские дома вам помогут, вот. И вы можете взять ребенка из детского дома здорового уже и, собственно, воспитывать его, если вы действительно будете готовы, вот. В целом я рекомендовал бы вам, значит, проанализировать ваши отношения с мужем, проанализировать ваши отношения в своей семье, вот, и посмотреть, насколько вы свободны в своих высказываниях, вот. Потому что вера, если понимать веру правильно, да, ни в коем случае не ограничивает, вера призывает делать все, исходя из внутренних намерений человека, ну вот. Для нас вера это как будто, знаете, не знаю, как какое-то, какое-то указание, прям вот, что вот я должна делать это так-то, 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 это на самом деле не истинная вера, вот. Вот можете в качестве доказательства, например, почитать книгу, ну, почитать просто книги Талсенда, которые найдете в интернете. Это православный ученый и православный психолог. Ну, просто я бы мог вам, в принципе, все это рассказать, да, но слишком долго получится по времени. Вот. В целом, такая вот история. В целом, такие вот дела. То, что я почувствовал, вот именно из вашего текста, да, это то, что вы не уверены в себе. То есть, смотрите, вы пишите, да, что, значит, вы живете с мужем в 14 лет, значит, оба выглядите моложе, чем вы есть, да, то есть, вам там, ему 40, вам 40 нет. Вот. В принципе, никогда не хотели детей, знаете, как, как, что, будут-будут, нет, так нет. Ну, в принципе, это самая правильная позиция. Никогда у меня не было истерии по поводу того, что я не полноценная женщина и личная старость, и некому будет стакан принести воды. Ну, в принципе, все тут как бы действительно верно. Вот. Мысли крутятся. Откуда мысли берутся? Скочка. Откуда мысли? То есть, что крутятся, понятно, все мысли продиктованы. Желаниями? Или виной? Если желаниями, то давайте разбираться. Что, эээ, какие это желания? Что они из себя представляют? Чего вы хотите? Ребенок видит ни при чем. Это первое. Если вина, то, простите, а кто обвиняет? Простите, а чего хотят обвиняющие вас люди, да? Ну вот. Ну вот. Дальше, значит. Нормально ли не желание иметь ребенка? Что вообще есть норма и не норма кошек? Вот знаете, ваше вот это вот стремление к норме, я не эксперт в области религии. Скажу честно. Но мне думается, что вы, вы, взяли себе религию, православную религию, православную веру, чтобы норме следовать. Получается. Ну, получается так. То есть, если вы верите истинно, то вы знаете, что, как бы, ну, Бог, это, как бы, сущность высшая. Всезнающая, всепонимающая и так далее. И что человек, это, как бы, частица Бога. Если Бог, это всезнающая и всепонимающая частичка, то и человек тоже всезнающий и всепонимающий. И как для него нормально, вот для него самого, так и норма. Главное, чтобы не было вреда другому. Так о какой норме вы говорите? Вот здесь. Понимаете? То, что у вас есть что-то от Бога, если вы верите, не означает, что вы и есть Бог. Да? То есть, вот эти вещи путать, безусловно, нельзя. Вот. Эти вещи путать, безусловно, ничто. Потому что так появляется идея величия. Но о какой норме вы говорите? Понимаете? То есть, вы здесь, вы даете законы природы. Законы природы. Которые отражены в священных писаниях. Вы эти законы природы искажаете и меняете их на то, что выгодно человеку, на человеческие законы. Которые являются субъективными. Ну, в силу того, что человек субъективен. Тоже. Сам в себе. Дальше. Так. Получается, я инфантильный эгоист, который не хочет ответственности, боится трудностей. Кто вам так говорил, Кошка? Кто? От кого вы слышали это? От кого вы научились так себя называть? Так, ко всему прочему, добавляется куча. А вдруг? Вдруг не был оценный ребенок? Вдруг? Так. Ну, вы тут не поленились. Вдруг написать, конечно. Смотрите. Друг, это защита. Защита. Насколько сильно на вас оказывается давление со стороны общества и со стороны внутренних родителей ваших, настолько сильно и вы чувствуете страх. В данном случае это нормально. Поэтому не будет давления, не будет страха. Какая разница, что родится неполноценный ребенок. Вы все равно его будете любить, и он вырастет тем, кем он должен быть. А уж бог, что вообще на эту тему высказывается не однозначно, а однозначно совершенно в своем писании. Ну, в священном писании. Если вы не будете любить ребенка так, как хотелось бы, кому хотелось бы. Нельзя любить так, как хочется. Любят так, как любятся. Понимаете? То есть, это все сопротивление. То есть, смотрите, пока есть обвинение, есть сопротивление. Пока есть обвинение, есть несвобода и защита от несвободы в виде этих страхов. Вот вы пишите, вдруг он, как хотелось бы, пожалеет, что он родила, а он бедняжка будет недолюблен. Так, понимаете? Недолюбленность это субъективный аспект. Недолюбленность это ожидание, завышенное ожидание от других. То есть, если вы будете ребенку просто отдавать все, что у вас есть, он не будет чувствовать себя недолюбленным. Потому что любовь не измеряется количеством, любовь измеряется качеством. Понимаете? Какая история. Вот это все страх. Вдруг у меня не хватит средств, чтобы обеспечить ему достойную жизнь? Кто устроил, какая жизнь достойная, а какая нет? И какие критерии у достойной жизни? Какие критерии у достойного существования? Вот. Раздражают дети. Правильно, потому что вы чувствуете, что вы должны иметь детей. Потому и раздражают. От обвинений избавитесь и раздражения не будет. Племянников обожаете. Правильно, потому что с племянниками никакой ответственности. Вы раскрываетесь. Мне становится стыдно, если такие свои мысли. Снова обвинения. Снова непринятие себя. Снова сравнение себя с другими. Вопрос, у кого научились. Это очень вопрос. Откуда это все? Это не ваши мысли. Это мысли ваших родителей. Это мысли других. Но не ваши. Вот отделить свои мысли от других, свои желания от желания других. Это ключевая задача, с которой нам нужно с вами работать. Вот. Дальше. Такое ощущение, что надо, 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 я не хочу. Вот именно. А кому надо? И что возьми, надо или хочу? Конечно, конечно, хочу. Потому что когда хочу, живу. Когда надо, я рад. Ну понятно, в определенных пределах. И понятно, чтобы без вреда другим людям. Вот. Ну вот, в принципе, то, что я хотел вам ответить. На этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Буду вам благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой подскриптум. Я порекомендовал вам с мужем, вот, обратиться к психологу, да, хотя бы здесь на ресурсе, одну беседу провести. Так вот, такую исследовательскую профилактическую. И посмотреть, все ли у вас в порядке. У меня возникло ощущение, что вы, нет у вас доверия. Вот. А вы вообще в себе не уверены. То есть, муж уверен, а вы нет. Вот. Ну, соответственно, если вы не доверяете себе, то вы ему не доверяете. А сыр у вас блок на беременность. Вот. Физически. Физиологически. Вот. Но, опять же, при условии, если вы здоровы. Это вы можете иметь детей оба. Я желаю вам удачи и желаю вам истинных чувств и истинных мыслей своих. Бей. Субтитры сделал DimaTorzok